Слушайте доктора. Сложно или просто получать лицензию для того, чтобы в частности обеспечивать процедуру ботокса для клиентов. Связано это все было с событиями, которые произошли не очень давно в Кирове, а именно с обысками, которые прошли в частных клиниках по поводу как раз контрафактной продукции на предмет ее наличия или отсутствия. Но прежде чем мы к этим серьезным вещам перейдем, все-таки я должна поздравить клинику возрождения с десятилетием, который вы отмечали в феврале. Поздравляю вас и ваш коллектив. Да, 10 лет это большой уже срок, это серьезный юбилей. Первый такой, пожалуй, серьезный круглый юбилей. Итак, давайте вернемся к тем событиям, которые происходили в Кирове. Обыск обыск осуществляли серьезные структуры. Это и Следственный комитет, и ФСБ, и мы даже по этому поводу сделаем большую программу разворот на бизнес. Но все-таки с чем они были связаны? Они были связаны как раз с тем, что в постановлении на обыск было написано о контрафактной продукции. И я рада, что мы достойно прошли. И у нас на самом деле как такого обыска не было, потому что первое требование структуры, и в основном это даже не Следственный комитет, а ФСБ проверяли. Это очень серьезные вещи. Требуют все-таки документы и саму продукцию. И мы предоставили им продукт, и мы предоставили им все документы, потому что у нас официально закупается, я не знаю, можно называть, нельзя называть, где мы закупаем, но официально. Не станем. И там товарно-накладные смотрятся, то есть договора, поставки, сертификаты. И каждый препарат такой имеет свой номерной номер. То есть вот это соответствие у нас и проверили. То есть как только у нас эти документы проверили, разговор совершенно пошел в ином русле. И у нас не было таких моментов, как я знаю в других клиниках, когда клиники обыскивали по 5 часов в поисках контрафакта, потому что клиники не смогли предоставить документы официальные и официальную продукцию. Все врачи прекрасно понимают, что такое нормы Роспотребнадзора СС. И если все-таки говорить о введении ботокса, то это процедурный кабинет. А что такое процедурный кабинет? Это определенные стандарты, там везде плитка, там постоянно генеральная уборка раз в неделю, там сдача идет протоколов по смывам два раза в год, есть такие протоколы испытаний по СЭС, то есть там специальные у нас ультрафиолетовые лампы облучающие, то есть там стерильные условия для введения этих препаратов. И вот вопрос к этим докторам, зачем вы это делаете? И второй момент, класс Б-отходов. Вот очень интересно. Класс опасности, медицинские отходы второго класса опасности. Вот очень мне хочется понять, куда эти иглы дома, в каких условиях эти... То есть, значит, они просто кидаются в ведро, эти иглы. И ведь врач этот не знает, есть гепатит Б или С, есть ВИЧ-инфекция, да. То есть, во-первых, он сам себя подвергает опасности, если не дай бог он уколется. Но потом эта игла-то идет в обычное ведро, а не в класс Б-отходов. Даже это... Давайте мы, Гульнар Шахвалевна, давайте мы поговорим по поводу ботокса самого как препарата. Вот вы сказали, что это медицинский препарат и требует специальных условий. По медицинским препаратам, насколько я понимаю, с 1 июня этого года особые будут условия. Что это такое? Мы уже все к конце 2019 года получили от Минздрава... Минздрава не России, а от Кировской области, но это было письмо-то, естественно, Минздрава Российской Федерации. Мы получили все письма. Те, кто имеют лицензию косметологии, о том, что нам нужно зарегистрироваться на определенном сайте, который называется «Честный знак». Регистрируются туда только и юрлицы, да, то есть организации, ИП. Зарегистрироваться очень сложно, потому что нужны электронные ключи, то есть на каждый электронный ключ. У нас подпись была, электронная подпись, но и все соответствующие нормативные документы мы посылаем в «Честный знак». Они проверяют наши документы, причем на обе клиники два момента пришлось делать. Вот. И мы регистрируемся. Мы отчитались нашему Минздраву, что мы зарегистрировались в «Честном знаке». Что идет дальше? Дальше нам высылаются определенные оборудования, которые считывают штрих-код. И когда мы официально покупаем ее в ту организацию, которая зарегистрирована в «Честном знаке», это как бы аптека, но которая продает косметические средства. Мы к ним идем, и они проверяют по базе данных, есть ли наша организация в «Честном знаке». Окей, есть. Тогда они дают отпуск и не считывают сканером вот эту бутылочку ботокса. Эта бутылочка сразу появляется, и она появляется сразу у нас в базе. То есть она на нас висит, эта бутылочка теперь уже. Вот. И мы должны, когда мы будем уже проводить процедуру пациенту, мы должны своим сканером считывать, мы будем конечным потребителем. И тогда вот эта бутылочка с таким-то вот такого-то месяца, года произведения, там такого-то номерного знака, она уходит, как бы она реализована. Все. И я понимаю, что эта система настолько, ее никак не пройдешь. Не обойдешь ее. Не обойдешь. И поэтому мне сейчас уже доктора говорят, которые делают это все нелегально, они прекрасно понимают, что ботокс они больше не получат. Это так просто. Я вас уверяю, все слушатели, вот особенно женщины, которые делают ботокс, с 1 июня все, что будет дома делаться, все, что нелегально, это все будет нелегально. И наказуемо. Ну, насчет наказуемо, я думаю, что, конечно, это будет, я думаю, что просто все ведь идет в увеличении штрафов. То есть и нам обещали, вот сейчас нас проверили в всей частной клинике, дальше идет по домовое. То есть сейчас будут все на дому проверять. А это Инстаграм, это группа ВКонтакте. Отслеживать связи. Все отслеживается. Вы не думайте, что это ничего. Все. И когда мы с ФСБ разговаривали, я, конечно, ну, я понимаю, что они многое могут, но не до такой степени, когда они знают все. А дальше идет, как они действуют. Это контрольная закупка. Как и было вот с тем предприятием, которое закрыли у нас и которое прославилось там на всю Россию, вот насчет этого контрафакта. А ведь тоже контрольная закупка была. И никогда ты не поймешь, кто к тебе пришел с контрольной закупкой. Понятно. Вот я сейчас специально зашла и посмотрела, что такое медицинские отходы класса Б по классу опасности. Класса Б – это отходы, представляющие эпидемиологическую опасность. Вы как раз заговорили, что врач, который колет, ботокс, например, он не знает, есть ли гепатит, есть ли ВИЧ. А что для уколов ботоксом не нужно анализы предъявлять? Или нужно сейчас? Нет, этого не нужно, но дело в том, что… Потому что это просто укол. Да, но ведь с повреждением идет, да, и дело не в этом. Игла куда идет? Игла, да. Куда идет игла? Это наши дети, да. Это вот, ну, я вообще, я всегда даже дома, если мы делаем антибиотик дома, да, ну, какой-то укол дома, вот у меня сразу, я не могу выкинуть это в ведро. Ну, не могу. Ну, я потому что врач, я поэтому все несу к себе на работу и утилизирую там в классе Б. Вот буквально на днях вышел закон, вышло, вернее, постановление и решение, кто будет заниматься медицинскими отходами в регионах, только вот на днях оно вышло. Это будут все-таки делать региональные операторы. Долго определяли, кто этим займется. И с этим было связано, что медицинским учреждениям приходилось выставлять там на конкурс, на торги, кто будет забирать эти отходы. Это государственные. Да, и разные компании, в том числе не очень добросовестные, часто попадали и хранили, как попало, эти отходы, в связи с чем мы находим и свалки в лесах с медицинскими отходами и прочим. То есть вот сейчас мы понимаем, что оператор региональный, а у нас это Куприт, будет заниматься медицинскими отходами, и с этого начнется тоже новая эпоха уже утилизации этих отходов и хранения. То есть на Западе эти отходы сжигаются в специальных пчах, именно по медицинским отходам. Нет, мы можем тоже купить. Нет, это есть специально, просто это дорого для частных клиник, но для государственных таких больших учреждений, как, например, областная больница, есть специальные такие устройства, где это все можно утилизировать на базе вот этой больницы. Сама больница, но это большая, конечно, должна быть. Это большая, но пересчет, на самом деле, утилизация класса Б, я понимаю, одно дело государственная структура, другое дело частный бизнес. Это очень дорогое удовольствие. Мы очень большие деньги платим за утилизацию класса Б. Но здесь, ну как бы, здесь уже совесть внутренняя, наверное, должна быть, что ты не будешь это вот... У нас все равно так устроено в обеих клиниках, что ведь даже покупать вот эти ведрышки, да, одноразовые, непрокалываемые класса Б, где мы иголочки туда как раз складываем, тоже недешевое удовольствие, да. Но все-таки вот как-то я понимаю, что это все равно вот наше вложение в экологию в первую очередь, да, и очень опасно, страшно, что это вот так вот в лесах может быть. Это, ну, конечно, ужасно. Гульнар Касимова, главный врач клиники Возрождения, клиники имеют два отделения. Одно из них находится на Комсомольской, 63, а второе на Преображенской, 82, дробь 1. Так вот, что касается ужесточения контроля. Мы вот видим, что сейчас контроль ужесточается на всех стадиях, начиная от производства медицинского препарата, поступления в пункт продажи, дальше кто может продавать, кто может купить, все занесены в единую базу. Как она еще раз называется? Честный знак. Честный знак. А вот этот значок где-то на сайтах, можно организации видеть честный знак, чтобы люди ориентировались на то, есть, например, клиника в честном знаке или нет клиники в честном знаке? Вот знаете, это мы еще пока не знаем, потому что мы, честно, проходили сами обучение. Это только... Потому что я знаю, даже по аптекам, ты приходишь к ним, и, по идее, должны были уже с января месяца продавать штрих-кодами. То есть это для чего сделано? Не будет контрафакта. Теперь мы можем безопасно покупать лекарственные препараты, потому что не будет контрафакта в лекарственных препаратах. Но настолько это оказалось сложным, что отменили до 1 июня, потому что не все были готовы. Маркировку эту произвести и вступить в эту систему. Насчет того, насколько это открытая база будет, я не знаю. Я знаю только, что мы будем заходить в свой личный кабинет по своему электронной подписи. А уж есть ли такое, что человек может проверить нас? Я не знаю. Я только знаю, что мне не отпустят лекарственные препараты, ведь не только косметические, ведь мы на клинику-то закупаем еще артикаин, медицинские какие-то лекарственные препараты для антиспит, антишоковые всякие. Это же все равно лекарственные препараты. И мы не сможем сейчас их покупать без регистрации в честном знаке. Честный знак. Я вот сейчас специально в интернете нашла, как он выглядит. Это желтое поле, черная галочка вот в таком прерывающемся квадратике. Честный знак национальной системы цифровой маркировки. Я думаю, что, конечно, эти цифровые маркировки в виде вот этих всяких стикеров желтых и знаков на сайтах появятся в итоге. Просто очень долго всегда отстраиваются системы. Так вообще маркировочные системы сложно завести. Весь бизнес туда многогранный. Но в итоге все это будет на пользу и покупателю, и пациенту, потому что он будет уверен в том, кто и как ему этот же ботекс колет. И это, наверное, выгодно частным клиникам. Хотя тут вопрос возникает. Ведь если не маркировались или если там кололи дома, то есть к этому тоже какие-то определенные причины. Наверное, потому что это очень дорого. Потому что это жадность, да, жадность с обеих сторон. Но самое-то интересное, что обидно то, что, во-первых, контрафактом колют, потому что, конечно, никто не будет настоящий ботекс официально покупать. Он дорогой. Он дорогой. Поэтому его себестоимость будет дорогая. И на дому, конечно, покупать дорогой ботекс никто не будет. Однозначно. Это раз. Во-вторых, ну оттуда, да, стоимость. Во-вторых, самое-то обидное, когда ты слышишь от клиента, от пациента, что он на 500 рублей меньше заплатил, уйдя домой. Ну вот я хочу вам, уважаемые наши девушки, женщины, милые. Вот вы это, ну насколько себя надо не уважать, чтобы дома делать в антисанитарных условиях это все, да? И вы никогда не проверите, это настоящий ботекс или нет. Вот это раз. А во-вторых, здесь все-таки есть такой момент, что вы забываете, что есть возврат налога 13%, и об этом вам тоже никто не скажет. И я, например, не для ботекса, а для филеров посчитала, что если даже делать филер за 11 тысяч, но 11 тысяч у нас сейчас на дому колют, но контрафакт. Или 11 тысяч, которые мы колем настоящие, с документами, с актами выполненных работ, с договорами, с фискальными чеками, да, в условиях медицинских, зная, что врач прошел обследование, то есть мы проходим медобследование на инфекции, что врач не болен, что врач имеет сертификат, да, что как раз в пятилетку, да, то есть это нас же всех проверяют, вот эти все моменты, да. И вот я посчитала, с 11 тысяч возврат 13% в 1430 рублей. Вот вы идете за 500 рублей туда, а возврат налога 1430. Вот и все. При этом справки ведь сейчас в медицинских клиниках и в стоматологиях готовят сами клиники. Только скажи, что и приди, и забери. А я вообще налоговый, вот жалко, что у нас, у нас единственную, вот единственную штучку надо было ввести во все онлайн-кассы, мы же сейчас по онлайн-кассам работаем, вот почему все официально-то идет, все онлайн-кассы, все фискальные, налоговые видят, сколько мы зарабатываем, сразу это уходит, все. Единственную бы строчку я ввела ИНН, у нас у каждого есть ИНН. И вы представляете, вот человек пошел в аптеку, вот это у меня вот созрела эта мысль, если уж вы хотите доделать эту систему, идет в аптеку, он просто проговаривает свой ИНН, и это сразу же, у него автоматически, допустим, в налоговой будет, что пациент купил то-то, то-то, да, потому что нам надо сейчас рецепты товарные, они чеки берут бедные пациенты, чтобы подтверждать. Вот эта бумага творческая, видишь, это неправильно. Введите ИНН, введите ИНН. Все, уже будет налоговое видеть, что он купил такие-то препараты, он сходил в такую-то клинику, вот у него, потому что мы будем отражены в качестве контрагента, наши фискальные вот эти все чеки будут там, но на имя вот этого, и он просто точно так же, через свой личный кабинет налоговый, там госуслуги есть, да, заказывает справочку возврата 13%, но это так легко, вот легко, элементарно. Я хочу быть услышанным нашим, знаете, кем, вместо Медведева, кто Мишустин, да, стал. Услышьте меня, пожалуйста, сделайте вы это ИНН, потому что эти справки писать, это ужасно. У нас специальный человек сидит, который пишет справки. Мы только делаем, у нас очень, потому что много пациентов, мы пишем, 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 мы постоянно пишем, но народ, 21 век, ну давайте ведем это ИНН. Цифровизация, это должна в конце концов победить. Да, и все, и все, мы минуем вот это все. Ну зачем вы гоняете этих бабушек, этих, я не знаю, ну зачем вот это еще, вот иногда люди просто, кстати, удивительно, они за 600-700 рублей, справочки, едут к нам. Сколько у нас сейчас билет стоит? 26, по-моему, рублей. 26 туда, 26, 52 рубля стоит билетик. Еще налоговую съездить надо. Возврат налога бывает меньше, 13% от 700. И люди-то некоторые не считают эти денежки. Я-то ничего, мы-то пишем. Ну вот почему вы, люди, не включаете математика? Это, я не знаю, первые четыре класса математики. То есть возвращаемся к пожеланию Мишустину. Пожалуйста, разума с цифровизацией. Нет, ну согласитесь, это шикарно. Вот шикарно. Пускай все будет с места. Да, да, и это опять нам всем плюс. Это экономия и бумаги, и времени каждого из нас. Ведь, ну вот представьте, он будет по всему городу собирать эти справки, когда все централизовано должно быть. Будем надеяться, что в этом году что-то и здесь тоже сдвинется. Гульнар Касимова, Преображенская 82 и Комсомольская 63. Это клиники Возрождения. Мы продолжаем программу «Слушайте доктора». Что касается процессов, которые последуют сейчас вот за этими, это же не первая такая проверка на самом деле, и теперь проверки на домах могут возникать, как вы говорите. Не могут, а будут. Будут, да. СССР сказала, будет. И введение системы, национальной системы цифровой маркировки лекарственных препаратов. Как все-таки это скажется на работе частных клиник? Я вот уже к этому вопросу подходила. Это облегчит вашу работу, раз прекратят принимать на дому, поскольку будет все-таки вот более жесткий за этим контроль, а может быть вообще тотально жесткий, или нет? Вот смотрите, нам менять работу прайсы не надо. То есть мы как работали, так и работаем. А вот второй большой момент, что мы были конкурентно неспособны, это да, это согласна. И, ну, конечно, я могу только, наверное, обижаться, потому что ты плачешь зарплаты, ты там плачешь официально все налоги, да, то есть у тебя масса идет таких вот этих расходных материалов, контрагенты и все остальное. То есть настолько много у каждой клиники вот этого вот как бы момента, что ты столько оплачиваешь. И понятно, что и вопрос цены, да, сколько она будет стоить. Так ты ее и так уже, вот эта, как так называемая марша, она и так минимальна бывает. Для самого руководителя, для владельца бизнеса, потому что ведь еще должен заработать и врач. Конечно. То есть ты же врачу-то тоже платишь. А еще ведь вложение в инфраструктуру, в саму. Ну, это вот это все. Ну, вот это все забывается, и понятно, что мы не конкурентоспособны. При том, что мы честно делаем все, честно играем, да. Вот, ну, за нас я за себя отвечаю, за свои клиники, да. И, кстати, после вот этих обысков по ФСБ мне несколько человек отзвонилось просто, и высказывали вот просто респект. Вот респект тебе за то, что ты официально, оказывается, покупаешь. Вот, представляете, мне было, мне было вообще вот, я не понимаю, как оказывается, но мне говорили, вау, ты покупаешь настоящие препараты, а я не поняла, а что это оказывается, как, вот как. Вот у меня не, вот честно было, вот огромное удивление, что это оказывается, может быть, вау, для клиники. Ну, они мне прямым текстом говорят, тебе невыгодно, да, я говорю, невыгодно. И в ФСБ был допрос, я говорила, вы понимаете, вы можете открыть нашу базу, у нас, ну, единицы, кто у нас это делает. Единицы. Не все препараты, получается, все еще заведены в систему национальной цифровой локировки. К сожалению, пока филеры нет, и я очень надеюсь, что как раз люди, которые заинтересованы, которые по-честному работают, начиная с тех, кто официальный представитель официальной компании по филерам, а они же у нас, их, ну, достаточное количество, кто регистрацию имеет российскую, я думаю, это они на базе Москвы уже будут объединять свои усилия, потому что, а ботокс-то, ладно, а вот филеров-то у нас сколько, филеров идет. И корейские, и китайские есть филеры. Просто сколько контрафакта по филерам, и просто, ну, не там роют, просто надо, ладно, ботокс, а филеров-то мы больше намного ставим. И вот эти все осложнения, все отеки, аллергические реакции, отторжения, это все идет по филерам в основном, но будут, я думаю, что с этим, вот сейчас они с ботоксом разобрались, все теперь, все то же самое будут по филерам делать. Но ведь ботокс – это определенный препарат, а есть другие препараты, аналогичные ботоксу. Это все, что называется нейротоксин, ботулинистический нейротоксин, это только те препараты пойдут, естественно, там, ксиамин, насколько я помню. Я просто, видите, в косметологии я ботоксами не занимаюсь. Ну, я неправильно на самом деле произношу, то уж очень извиняюсь перед косметологами. Ботулинистический нейротоксин надо называть. То есть вся группа препаратов, которые так и действуют. Да, ксиамин, ботокс, и что у нас еще там, вот что еще. Вот их три, насколько я знаю, официальных, вот они и будут. То есть это не только один препарат, а может быть препараты, которые являются нейротоксинами. Нет, это я, потому что, к сожалению, говорю вам коммерческое название. Да, потому что мы в основном эти вот покупаем препараты. Но, кстати, каждый врач тоже любит что-то свое из этих трех, например. Ну, я надеюсь, что на программе «Разворот на бизнес» мы поподробнее разберем препараты в том числе. Ой, Тима Руслан, она вам лучше все расскажет. Да, где специалисты об этом расскажут. Вот планируем мы через неделю провести такой эфир на волнах нашей радиостанции. Сейчас у нас остается еще 6 минут до завершения программы. И есть возможность взять и анонсировать какую-нибудь тему или разобрать еще какой-нибудь сюжет. О чем поговорим? Гульнара Касимова, клиник Возрождения. Ну, вот я все-таки хотела сказать, вот меня тоже всегда удивляет, каким образом можно в условиях парикмахерской колоть, да, вот ладно, надо... А, возвращаемся все-таки к этому вопросу. Ну, добить уже эту... Потому что, вот смотрите... Вот эти вот маленькие комнаты с кушеткой... Да, да. ...в разных заведениях. Вот всегда меня очень сильно удивляет это. Почему? Потому что, ну, вот мы проходили сейчас для Преображенской, мы проходили лицензирование, начиная с Роспотребнадзора, по косметологии. Вы знаете, надо 3 кабинета для того, чтобы мы просто косметологию прошли. То есть кабинет приема врача, процедурный кабинет и манипуляционный кабинет. Без этих трех кабинетов мы не можем иметь лицензию по косметологии, да. Вот это первый факт. То есть не может быть косметический кабинет, реально одна комнатка, один кабинет с кушеткой? Это самая такая ресурсная вещь, лицензия медицинская, и ее очень берегут, потому что это на самом деле очень дорогая вещь. Очень. И не потому, что мы платим Минздрав, там, сколько, 3, 5 или 7 тысяч за саму лицензию. А сколько ты сделал для того, чтобы эту лицензию получить? Сколько было согласований и с МЧС, там, с пожаркой, и всем остальным, ну, с этими же, класс Б. И вот три кабинета только на косметологию. А класс-то Б отходов, он отдельный идет, отдельный. И они приходят и проверяют. Класс Б отходов, четвертый кабинет. Дальше Роспотребнадзор не пропускает, если у вас нет туалета для посетителей, если нет туалета для персонала. Он не пропустит, если нет комнаты отдыха для персонала. Он не пропустит, если у вас нет раздевалки для персонала и раздевалки для пациента. И он не пропустит, если по холлу у вас меньше определенных моментов. Вот вы представьте, сколько нужно, чтобы по косметологии пройти лицензию. И, конечно, когда ты вот так… Это ведь нервная система, конечно, страдает, когда ты это все проходишь. Все, наверное, знают эти вещи, когда они проходят лицензирование. И опять вопрос к тому, когда ты это все по-честному делаешь. И когда ты слышишь, что там в парикмахерской, да какая проблема ты это делаешь. Приведет ли, как вы считаете, этот процесс все-таки к какой-то очистке рынка? Однозначно. Если вот таким образом, как делает ФСБ сейчас, с такими обысками. Я даже сейчас могу сказать, что с учетом… Это же город маленький, это все обо всем уже известно среди определенного круга. Я могу сказать, что даже по той неделе я с удивлением увидела, что у нас больше ботокса прошло. Вот смешно. Просто люди, видать, боятся на дому делать, и они отказывают своим клиентам. И клиенты абсолютно новые. А пришли к вам клиенты? Да, пришли клиенты уже сейчас. Потому что идет страх. Идет страх бояться принимать на дому, и все, начали идти. Вот вам, пожалуйста. И все это перетечет в клинике, в официальной клинике. Так ведь, вот, ребята, это ведь все равно для вас же делается это все. Вот я не знаю, как бы. А что касается… Ну, вот я все-таки думаю, что это достаточно сложный бизнес. Частные клиники вообще, все, что связано со здоровьем человека. Конечно. Косметология тоже напрямую со здоровьем связана. Сложные препараты, сложные аппараты, которые используются в косметологии, все требуют высокой квалификации врачей. А не просто получение какого-то сертификата за какой-нибудь онлайн-курс, что совершенно невозможно. Ой, я вас умоляю. Вот давайте-ка про онлайн-курсы. Возможно. Очень хочу огорчить. Вот сейчас я столкнулась с тем, что я прохожу по лицензии кушерства гинекологии. До этого была онкология тоже. Ну, это же раз в пять лет проходит. И я встречаю сейчас докторов молоденьких, без году недели, у которых уже в онкологии есть лицензия, сертификат. Я говорю, а каким образом? Я вот вас не знаю, что вы онколог. Онлайн, по дистанционной, Корочаевой, Черкесии, или там ниже с ними, и они получают первичную специализацию по онкологии, а потом садятся на прием. Вот еще одна проблема, которую мы обязательно возьмем в развороте на бизнес. А мы ее не сможем решить. Посмотрим. Возьмем в развороте на бизнес. Спасибо. Я благодарю Гульнару Касимову, главного врача клиники Возрождения. Отделение клиники находится на Преображенской, 82, дробь 1 и Комсомольской, 63. Слушайте доктора, проверяйте лицензии сами тоже. Имейте в виду, что сейчас все наши лекарства будут маркированы в национальной системе цифровой маркировки. Обращайте внимание на этот желтый знак с галочкой. И всем здоровья и хорошего дня. До свидания. До свидания. Слушайте доктора.